Ну что ж, друзья мои, продолжаем. Мы продолжаем наш ежедневный эфир. Бизнес-канал на Финнам.ФМ. Только что мы поговорили о финансовых рынках, ну и о многом интересном, кроме этого. Сейчас время бизнес-класса. Как всегда, в эфире бизнес-класса мы встречаемся с успешными российскими бизнесменами и задаем им много всяких вопросов. Кстати, сегодня у меня один из представителей успешных бизнесменов. Это Александр Кулебякин, директор Ticket for Event России. Добрый день, Александр. Всем привет. Значит, мы назвали нашу тему сложно достаточно, но, тем не менее, я думаю, что будет понятно, о чем идет речь. Сразу же с первых минут нашего эфира. Итак, тема сегодняшнего программы «Рынок многофункциональных онлайн-сервисов» и их применение при обслуживании развлекательных мероприятий. Александр, если позволите, я сделаю несколько акцентов сразу. Мы говорим о онлайн-сервисах и их применении для развлекательных мероприятий. Вот здесь акценты. Онлайн-сервис – развлекательные мероприятия. Как это все вяжется, очень интересно. Ну, да. Если вот так вот вообще коротко про Ticket for Event, это некая платформа, которая помогает организаторам распространять билеты на свои мероприятия. При этом, ну, понятно, что большая часть мероприятий может быть именно развлекательной. Люди всегда любили хлеб и зрелищ. Да, да, да. Но вообще, на самом деле, компания, сама платформа может распространять билеты на любой тип ивент. Это может быть и свадьба. Причем ивент, да, если так, что называется, буквально переводить, ивент – это событие. Соответственно, событие может быть любым. Да, веселым и не очень, да, развлекательным и деловым и так далее и тому подобное. Ну, собственно, сейчас мы об этом и будем говорить. Уважаемые слушатели, я напомню для вас. У вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, к нашему эфиру, либо позвонив по телефону, телефон студии 6510996, код Москвы 495, либо написав нам на сайте, адрес которого финам.фм. Ну, собственно, вот все традиционные приготовления. Давайте начнем. Саш, первый вопрос. Откуда тема эта взялась? Тем более, когда я вас представлял, да, это российское отделение, сказали вы мне. То есть, изначально это идея зарубежная, что ли, да? Ну, да. Вообще, корни, наверное, идут с запада. Первые такие сервисы появились там. В России такие сервисы, ну, в дань моды копирования там западных стартапов стали появляться, наверное, не позже. Чем пять лет назад. Мы же вообще в этом бизнесе, наш главный владелец этой компании, Геннадий Нитяга, он в этом бизнесе больше десяти лет. И он всю жизнь был там в конференциях, семинарах, у него была своя выставка, которую он успешно продал. И, соответственно, он там эволюционно дошел до некой компании, которая помогала конференциям и выставкам себя правильно рекламировать в интернете. То есть, это была некая рекламная сеть. Смотрите, вы сказали, он был в конференциях, семинарах, то есть он сам организовывал, да, эти мероприятия какое-то время назад? Да, он был со стороны там и организаторов, и со стороны неких сервисов, которые обслуживали эти выставки и конференции. Эти мероприятия. Да, и, соответственно, вот именно тот тикетинг, то есть, ну, если говорить о нашем сервисе, там, одним словом, это некий такой тикетинг, он появился тоже эволюционно из того, что требовали на тот момент клиенты компании. И, соответственно, мы появились, наверное, там, в одиннадцатом году, если так правильно сказать. А в двенадцатом году мы стали выходить на соседние рынки, то есть физически мы сейчас присутствуем в Украине, Турции, России. Здорово, это здорово. Ну, вернемся опять, да, к мотивации, то есть, вы говорите, вы стали предлагать услуги, которые на тот момент были наиболее востребованы. То есть, я так понимаю, что, ну, одна из главных задач организатором мероприятия — это распространение, да, билета, реклама какая-то грамотная. Вот этим вы занимались? Да, этим мы занимались, то есть основная задача — это привлечь некую аудиторию на ту выставку или конференцию, которая организовывалась на тот момент. Но другая задача была в том, чтобы собрать анкеты, ну, тех людей, которые собираются прийти на ту же выставку, или если это платная конференция или семинар, соответственно, эти билеты нужно продать. Нужно свести некую бухгалтерию там в единую там картинку, предоставить статистику организаторам и еще некий такой инструмент контроля доступа на само мероприятие. То есть, те билеты, которые будут показывать на входе, они там должны быть, условно говоря, рабочие, и там два человека по одному билету не должны пройти. Ну, то есть, да, это действительно такая универсальная какая-то идея получается, да, некий маркетингово-бухгалтерский такой, да, симбиоз. Ну, вообще, если вот совсем абстрактная идея, там, помочь продать им билеты и помочь проконтролировать доступ на мероприятия, а все дополнительные сервисы, как то, там, часть бизнес-процессов бухгалтерий, там, немножко СРМ, немножко рассылок, это уже такие вот дополнительные полезные плюшки, которые... Ну, понятно, понятно. Про анкету вы заговорили, всегда очень интересно, да, что за анкетирование в данном случае? Просто данные людей, посещающих мероприятия, или вы какие-то интересные вопросы им задаете в анкете, да, чтобы... Ну, наверное, ближе, наверное, к маркетингу, потому что, если говорить про бизнес-мероприятия, там, те же самые конференции, они всегда анкетировали тех посетителей, которые приходили к ним на мероприятия, потому что важно понимать, кто из какой отрасли, сколько человек в этой отрасли работает. И такие анкеты иногда, там, раньше на бумагах раздавали после окончания семинара. Причем очень важно еще, да, и чтобы слушатель оставил мнение свое, да, насколько хорошо, плохо, чтобы оценил, конечно, да. А в случае, например, с концертами, там, анкета, по сути, может быть, и не нужна, имя фамилия, e-mail, может быть, город, регион, чтобы потом как-то их там тоже сегментировать можно было. Я понял. Хорошо. Хорошо. Значит, давайте с технологической точки зрения, собственно, расскажем нашим слушателям, как сервис выглядит, да, это некая, я так понимаю, интернет-платформа. Да, это то, что можно назвать модным словом SaaS, то, что находится в облаке, то есть ничего устанавливать к себе на компьютер не надо, никакой системный администратор не требуется. Открывается окно браузера, набирается ticket for event, и там регистрируется организатор, заводит event, то есть мероприятие, там, название, когда оно проходит, где оно проходит, какое-то короткое описание. И если оно платное, то стоимость прохода, там, вот билет на, там, такой-то стоит, там, столько-то рублей, билет на мероприятие плюс, там, автопати стоит столько-то рублей. Все, с этого момента он может начинать продавать билеты и получать деньги за это мероприятие. Он сам это делает или вы ему все-таки помогаете? То есть он просто видит, в моменте видит результат, я так понимаю, да, с помощью этой платформы? Да, ну, то есть понятно, что там есть некие такие административные функции с нашей стороны, мы контролируем, чтобы были подключены правильно платежные сервисы, чтобы, там, не противоречили скидке, там, тем стоимостям, которые он вводит. Вот, и фактически, там, в течение суток мероприятие активируется, и он может начинать принимать деньги, он уже видит эти деньги в первый момент продаж, как только он сам анонсирует это мероприятие через свои, там, сайты, группы, форумы, где угодно. И, собственно, финал ваших взаимоотношений, вот, в какой момент наступает? А финал не наступает, в идеале он продолжается. Да, 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 не наступает никогда. Если говорить о конкретном событии. Да, если о конкретном событии, событие закончилось, мы взаиморассчитались, там, по окончанию с организатором, да, он остался доволен и делает мероприятие через нас, там, через месяц, допустим. Ну, вот, кстати, если говорить о клиенте, да, такое дежурное слово, о ваших партнерах, о ваших друзьях, которые, в конечном итоге, вновь возвращаются к вам за услугами, их достаточное количество, и число их растет? Да, и при этом мы каждую неделю, наверное, правильно сказать, узнаем что-то новое, потому что рынок, он такой, ну, то есть, все изначально начиналось, там, на первый взгляд, сервис создавался для конференций и семинаров, потом подтянулся спорт, потом подтянулись развлекательные мероприятия. Развлекательные мероприятия тоже абсолютно бывают разные, это от боев без правил до боев в грязи, и это все организаторы, которые продают билеты тем людям, которые приходят смотреть эти билеты, и каждый день, каждую неделю мы узнаем что-то новое, и, соответственно, эти организаторы приходят. Я понял. Ну, здесь, наверное, стоит подчеркнуть еще очень важный момент, да, что не суть важно, какое мероприятие, да, ну, в конечном итоге, что это за событие, опять-таки, мы говорим, деловое или не очень, технология вот этих действий, да, которые вы предлагаете своим клиентам, она одна и та же, да? Да, да, да. То есть собрать аудиторию, предложить ей некую программу, да, посчитать деньги. Да, просто вот еще крайний, там, совсем крайний пример, ну, например, фестиваль, и он выездной, и, допустим, люди собираются возле метро, едут до фестиваля на автобусе. Вот билеты на автобус, это тоже ивент, и на него тоже можно продавать. Здорово, здорово. Спасибо огромное, Александр, мы сейчас прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, слушаем новости, а потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в гостях Александр Кулебякин, директор Ticket for Event, Россия. Ну, и обсуждаем мы онлайн-сервисы, их многообразие и все самые, ну, на мой взгляд, да, даже не самые, но достаточно интересные, это эти сервисы, онлайн-сервисы, да, с точки зрения применения для развлекательных мероприятий, коих многообразие. Вот мы сейчас за эфиром с Сашей пообщались, да, какая-то статистика, сложно, да, ее, к сожалению, да, подбить всю эту информацию, потому что, действительно, очень много-много разных событий происходит, да, в том числе, вот, онлайн-сервис как раз с этими событиями и работает. Давайте вернемся к технологиям, и так, что бы мы могли сейчас, адресуя наш рассказ слушателям, посоветовать им, на что обратить внимание при подготовке какого-то мероприятия, Саша? Да, ну, я больше, наверное, буду полезен вот именно с технологической точки зрения. Ну, это интересно как раз. Да, по факту оказалось то, что мода на какие-то там сайты одностраничные, там, десятистраничные, они в свое время прошли, и вся коммуникация с потенциальной аудиторией ушла в социальные сети. Сейчас очень много групп в том же социальной сети ВКонтакте, где организаторы или владельцы клубов или там каких-то вечеринок общаются со своей аудиторией, имеют группы там на несколько тысяч человек, и через эти группы, в принципе, коммуницируют и говорят о каких-то новостях, о каких-то там новых вечеринках и тому подобное, что у них будет происходить. Там, или новых заездах спортивных, если это гонки, например, то есть они уже давно не имеют свои собственные сайты, вся основная движуха происходит там, в социальной сети. Но они за ненадобностью, я так понимаю, отказались, да? Да, 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 потому что на сайт уже, по сути, ну, мало. Никто не заходит. Вот, и, собственно говоря, оттуда могут начинаться продажи, то есть очень много у нас положительного опыта, наши клиенты, не имея собственного сайта, имея только собственную группу ВКонтакте, делают очень много продаж, именно оттуда. По сути, что им нужно? Им просто нужно разместить кнопку «Купить билет», и с этого момента начинаются продажи. До этого, в принципе, там и ВКонтакте, и Фейсбук позволяют завести мероприятие, там такие кнопки «Пойду на мероприятие», «Не пойду», «Может быть». Все нажимают «Пойду», но реально приходят там. Ну, понятно. Но это непосредственно сама социальная сеть предоставляет эту услугу, да? Да, да. Ну, там у нас есть некое приложение, которое позволяет именно в интерфейс включить кнопку «Купить», и с этого момента вот эмоционально, если человек подогрет, он может сделать покупку и прийти оттуда. Плюс с помощью того же сервиса или, может быть, через другие сервисы организатор может собирать базу данных по e-mail своих постоянных слушателей, фанатов или что-то еще, и делать им анонсы о каких-то мероприятиях. В принципе, тоже кнопка «Купить» вставляется, и с этого момента начинается продажа. Если нет собственного сайта, но есть какие-то общие комьюнити в интернете, форумы, тоже все вставляется, и оттуда же начинается продажа. То есть, не имея собственного сайта, уже можно делать продажи и собирать эти продажи в едином сервисе, например, Ticket for Event, и видеть там общую статистику, сколько людей придет, сколько еще нужно сделать, например, рекламы до начала мероприятия, если не хватает людей. — Да, здорово, это удобно. Мы говорим о социальных сетях, не так много, не такой большой выбор. Все-таки вы бы посоветовали, на какую социальную сеть сделать акцент, от чего это зависит? От, я не знаю, социальной ее, от возрастной какой-то ее особенности? Или, может быть, это зависит, естественно, еще, наверное, от самого события? — Да, от самого события. То есть, если мы говорим про развлекательные, это концерты, бои без правил, гонки, это молодая аудитория. Они, в принципе, все сидят во Вконтакте, ну или каким-то образом попадают на это мероприятие в этой социальной сети, и, в принципе, там их можно брать. Единственное, что понятно, там с нуля группу не сделаешь, поэтому там можно договориться о некой рекламе через сопутствующие группы, там это все стоит недорого. И, в принципе, у нас есть такие организаторы, которые, ну, делают мероприятие оборотом где-то до миллиона рублей, это там тысяча человек по тысяче рублей. И они вот могут обходиться вообще без собственных ресурсов, они просто покупают там на небольшие суммы рекламу в социальных сетях, делают продажи и организовывают мероприятия. — Ну вот Вконтакте — это молодежь в основном, я правильно понимаю, да? — Да. — А в Фейсбуке там люди более зрелые или просто... — Там люди более зрелые, но у нас недостаточно положительного опыта, чтобы говорить о том, что в этой социальной сети достаточно людей, которые могут там записаться в некую группу, состоять в ней и потом покупать. Вот. Вообще, если говорить про какую-то некую взрослую аудиторию, то гораздо проще их именно через какие-то профессиональные комьюнити вот цеплять. То есть, например, есть сайты, посвященные там подготовке к свадьбе. Если человек, например, хочет организовать свадьбу, или это какой-то организатор, который занимается всякими вопросами, он придет на сайт, узнает какие-то новости. И лучше через вот этот сайт делать какие-то приглашения на мероприятия, посвященные, например, профессионалам, которые организовывают свадьбы. Это просто для примера. То есть социальная сеть — это та же комьюнити, но комьюнити может быть не только в социальной сети. — Ну и вернувшись к тематике этих мероприятий, я хотел бы задать вопрос следующий. Ну понятно, что мы уже, слава богу, в 21 веке живем, и все большее значение для нас имеет жизнь в онлайне, жизнь в интернете. И тем не менее, можно ли, на ваш взгляд, говорить о том, что сейчас, ну я не знаю, какая-то большая часть этих взаимоотношений, построений вот этих отношений приходится на онлайн, а меньше на оффлайн? Или наоборот, все-таки еще люди живут в реальном мире больше, чем в интернете? — Ну я тогда про себя расскажу. — Я-то живу в онлайне, наверное, с 99-го года. — Понятно, у вас, да, у вас, собственно, профессия такая. — Вот, и для меня, ну я всю жизнь в онлайне, поэтому я только недавно стал сравнивать с тем, что происходит в оффлайне. А картина выглядит таким образом, то что на протяжении там последних, не знаю, наверное, 7-5 лет проникновение интернета в России растет. Сейчас там, я не знаю, 60 или 70 миллионов уже пользователей из России в интернете, с подключением в интернет. Это первый фактор. Второй фактор. У людей растет доход. При этом люди начинают получать деньги через безналичные платежи на карточки, которые там через зарплатные проекты им выдали. У них появляются деньги именно электронные. То есть начинается именно доля интернет-покупателей расти. То есть раньше она была маленькая, сейчас она там, по-моему, 25 миллионов. То есть если раньше мы говорим, да, люди в меньшей степени жили вот этими электронными деньгами, нужно было завести, да, специально там электронный кошелек или карточку пойти, да. А поскольку сейчас она вот волей судеб у меня есть, да, соответственно, я пытаюсь ее уже не просто использовать для того, чтобы снять деньги с банкомата, да, а еще каким-то образом применить ее в интернет-жизни. Банкомат — это вообще очень смешная тема, потому что, вот, например, взять какой-нибудь региональный там фестиваль, посетителю приходит зарплата на карточку, он идет в банкомат, снимает деньги, там, допустим, физически, относит их в кассу и покупает билет на юриде, хотя, в принципе, он может оплатить. Совершенно, и сколько лишних действий, да, в данном случае, сколько лишних действий. Вот, и если, там, какие еще факторы? То, что раньше нужно было пять лет человеку в интернете, чтобы он сделал первую покупку, сейчас он это делает в первый год. И вот эти вот все факторы растут, растут, и получается то, что, в принципе, пользователи, ну, начинают с каждым годом там… Из оффлайна в онлайн все-таки они перемещаются, да, в большее и больше степени. Вот, в принципе, если там сравнивать нас с Америкой, у них там, наверное, уже проблема в этом, потому что онлайн отбирают у оффлайна какие-то такие и деньги, и часть бизнеса, и непонятно, что делать там с площадями торговыми, если все в онлайн переходит. Они эту проблему чувствуют, нам до этой проблемы еще там несколько десятков лет, да. Ну, да. А, кстати, они эту проблему чувствуют, а каким образом, ну, может быть, вы знаете об этом, либо, если пофантазировать, предположить, каким образом эта проблема может решиться, что физические вот эти площади, да, если говорить о торговых центрах, например, они просто исчезнут через какое-то время? Нет, нет. Все-таки человек не перестанет выходить из-за компьютера. Иногда, да, иногда встанет. Причем, есть такая концепция у тех же мегамолов шоппинг как фан, то есть люди приходят туда на целый день, им нужно отдохнуть, там и кинотеатры, и катки, и рестораны, и они целый день. С детьми, тем более, да? Да, да, поэтому это все-таки необходимо, это часть жизни, часть тех же самых развлечений, таких повседневных. Компьютер, он все-таки помогает делать что-то быстро, когда ты знаешь то, что тебе там нужен, я не знаю, принтер, и этот принтер нужен уже завтра, ты заказываешь, его привозят. Когда ты приходишь в мегамол, ты заряжаешься некими эмоциями. Ну понятно, да, другая жизнь совсем, да, реальная опять жизнь. Они друг друга дополняют, но не заменяют. Да, не замещают. Опять, если вернуться, да, вот к этой, ну я не утверждаю, что это какая-то проблема, да, или там какое-то противостояние онлайна и оффлайна, вот. Но, тем не менее, если вернуться к этой теме, очень интересно всегда оценить потенциальную возможность аудитории столичной, да, в которой вы, ну, в основном, наверное, обращаетесь. И то, что вы вот начали рассказывать про пример регионального события какого-то, да, который забавно получил деньги на карту, пошел, снял с банкомата и потом пошел, купил билет, хотя можно было не выходя, не отходя от кассы, что называется, все это сделать. Разница существенна между столичным клиентом и региональным? Пока да, потому что количественно столица берет больше, больше мероприятий, больше людей, которые готовы платить за эти мероприятия онлайн. И в том же, наверное, может быть проблема в том, что именно региональные организаторы не хотят переходить, они работают по старинке. Но, в принципе, у нас есть много организаторов региональных, там, не только развлекательных. Но они работают по старинке, почему? Потому что им так комфортно самим? Или они прекрасно понимают, что смысла в онлайн пока лезть нет, потому что, как бы, ответную реакцию аудитории они не увидят? Нет, там, скорее всего, они, просто им еще никто об этом не рассказал. То есть, они, у них есть сайт, потому что сайт когда-то был модный, они сделали сайт. На сайте выкладывается, допустим, расписание каких-нибудь там тренингов, там, личностного роста, например. И, соответственно, кто-то как-то узнает об этих мероприятиях, приходят к ним физически, платят деньги и проходят эти мероприятия. И вот типичный случай, там, наши менеджеры звонят в такую организацию, рассказывают про такой сервис, и они понимают, что, в принципе, теперь они могут продавать с помощью этого сервиса. Просто они раньше не задумывались, не было такой проблемы. Когда они узнают все, они понимают то, что... Кстати, вот когда они узнают, они, ну, условно говоря, с радостью бросаются, да, к вам в объятия, понимая, что это, ну, выгоднее, как минимум, удобнее и так далее. Или с недоверием говорят, нет, ребята, это что-то вы нам рассказываете, это не про нас. Там, да, там такая двояка ситуация. То есть, никто, конечно же... Ну, ничего страшного, да, мы сейчас прервемся, и после новостей вы продолжите этот рассказ, Александр. Итак, новости на Финам.ФМ, потом эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим беседу, продолжим наш эфир-бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем онлайн-сервисы, их применение при обслуживании развлекательных мероприятий. У меня в гостях Александр Кулебякин, директор Ticket for Event Россия. А я напомню еще раз, на всякий случай, уважаемые слушатели, телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Вы можете позвонить или написать нам, задать свой вопрос Александру, и он на него, естественно, нам ответит. Ну и продолжение нашей беседы, которую мы прервали на новости, уходя. Действительно, да, вот, ну, с точки зрения ментальной или с какой-то точки зрения другой, ощущается разница, да, в ваших клиентах столичных и региональных. То есть... Нет, никакой разницы нету. И те, и другие не знают о существовании таких сервисов, там, ну, когда им презентуешь, рассказываешь, что есть такие возможности, они все, в принципе, соглашаются. Единственное просто то, что столица в количественном выражении больше, чем регионы. Именно поэтому, собственно, да, ну, понятно, что дело бизнеса, именно поэтому вы в основном работаете на столичном рынке, я так понимаю. Физически мы находимся в Москве, но это интернет, мы можем проводить... Сложно сказать, да, где мы работаем, интернет, слава богу, везде. Хорошо, ну и давайте к неким более, я бы сказал, прагматическим вещам перейдем. Всегда интересно, да, как этот бизнес монетизируется, слово такое замечательное. Ну и, в принципе, да, где деньги, Саш, где деньги, да, кто платит деньги, кому платит деньги, в какой момент платит деньги? На первый взгляд, деньги платит организатор, потому что этот сервис нужен ему. Рынок устроен таким образом, ну, вообще билетный рынок, что за продажу билета организатор делится неким процентом с тем сервисом, который помогает продать этот билет. Тут важно еще сказать, что рынок состоит, наверное, из двух типов сервисов. Один сервис — это канал продаж, он помогает продать какое-то мероприятие, сделать больше, там, не знаю, продаж, проданных билетов. В частности, вот мы говорили о социальных сетях, да, это как один из каналов продаж. Ну, не совсем, я сейчас поясню, да. То есть такие сервисы там могут вкладываться в привлечение именно аудитории, делать собственные рассылки, я не знаю, физически могут клеить афиши по городу. Это вот канал продаж. И там, соответственно, сумма процента, которую удерживает такое агентское билетное агентство, оно, такая сумма комиссии больше. Мы же, скорее всего, инструмент продаж. И опять же, почему? Потому что у организатора реально достаточно своих каналов для того, чтобы привлечь аудиторию. Если это тренинговый центр, у него есть свой сайт. Если это какой-то небольшой клуб, у него есть либо сайт, либо своя группа. Везде есть аудитория, которая приходит узнать, как провести досуг, что будет в четверг или в пятницу вечером, и может купить билет. То есть таким образом организатор на себя замыкает эти продажи с такими сервисами, как мы. То есть мы, типа, инструмент продаж. И все. И, соответственно, комиссия удерживается просто иная, меньше. То есть мы не вкладываемся в привлечение аудитории, соответственно, наша комиссия меньше. Вот такой непростой метод монетизации. А другой момент — это то, куда выкладывается комиссия. То есть если говорить про кинотеатры, это тоже развлекательные мероприятия и тоже билеты. Соответственно, там есть, например, стоимость билета 300 рублей, но при этом, если покупать онлайн, то оплачивается 330. Вот эти 30 рублей 10% — это некий сервисный сбор, который там входит в сторону плательщика. Или, например, если там стоимость достаточно большая, то эти проценты можно спрятать в стоимости билета. И, соответственно, она уже будет... Ну, то есть покупатель будет покупать по той цене, по которой видит, но процент за билет снимается уже с организатора. Ну, и тем не менее, вот если можно подчеркнуть, всегда ли вот этот дополнительный сервис, ну или какой-то любой другой сервис, недополнительный, да, непосредственно резонный сервис, что называется, а всегда ли он оплатой его услуг ложится на плечи потребителя конечного? Ну, покупатель, вот, в частности, как вы рассказывали, да, я собрался в кино, я покупаю билет, я покупаю его по этой цене и плачу еще и за некие дополнительные услуги. Всегда это так? Да нет, ну, это все на усмотрение организатора, просто, там, я не буду скрывать, наш сервис, это 7,5% мы удерживаем. Соответственно, 7,5%, если организатор понимает, что это слишком много для него, например, типичный организатор концертов, у него много расходов, в том числе на гонорар звезды, на аренду какой-то площадки, и может оказаться, что 7,5% много для него, там, поэтому он, там, через, по разным каналам может делать разную стоимость билета. Если говорить про какие-нибудь тренинги, которые имеют свою площадку и сами читают какие-то, там, лекции или семинары, то вся маржа, это, как правило, ну, вся сумма вот этой вот стоимости билета, поэтому 7,5% для них это не большая комиссия, они могут ее не оставить на покупателях. Я понял, хорошо. Теперь давайте, ну, немного о статистике, что ли, я предложу нашим слушателям немного статистики. Во-первых, статистика номер один, ну, на ваш взгляд, по крайней мере, есть ли, ну, такое есть понятие, да, рынок каких-то, допустим, услуг в данном случае, да, вот есть ли в России полноценно сформировавшийся рынок онлайн-услуг, вот тех, о которых мы говорим, да, продаж билетов на развлекательные мероприятия? Нет, этого рынка нет. Этого рынка нет? Потому что организаторов много, все, там, 99% продают по старинке, либо через те каналы, там, или билетные кассы, которые существуют, и мы находимся только в начале пути развития этого рынка именно в нашей стране. Можно говорить, что вы в неком смысле пионеры этого рынка? Ну, если посчитать, там, изогнуть все пальцы двух рук, то окажется, да, то, что эта десятка, там, входит в пионеры. На самом деле сервисов не так много, и они специализируются каждый на своем. Есть у нас коллеги по рынку, которые появились в России немного раньше, кто-то специализируется на IT каких-то тусовках, кто-то, наоборот, на концертах. Мы абсолютно так стараемся абстрактно к рынку подходить и везде видим какие-то преимущества, которые мы можем предложить организаторам. Ну, а, кстати, вот эта специализация аналогична вообще с вашей точки зрения? Потому что, ну, вы же об этом говорили уже чуть выше, ну, продажа билетов, ну, неважно, на какое мероприятие, продажа билетов и есть продажа билетов. Или все-таки это процесс такой творческий, да, потому что аудитория другая, ну, и так далее, технологии. Возможно, для наших коллег по рынку это принципиально, или, может быть, они ограничены только знаниями этого рынка. Мы не ограничены, мы там больше 10 лет уже на рынке, поэтому, в принципе, нашей экспертизы хватает общаться со всеми коллегами по рынку. Ну, да, да. Опять, если вспомнить некий опыт зарубежных коллег ваших, да, вот вы обращаетесь к нему периодически? Или, в принципе, ну, некорректно, да, сравнивать то, что происходит в России и то, что происходит в Европе или в Америке? Честно сказать, мы смотрим на западный рынок и на западных коллег, они задают нам планку, и мы, соответственно, берем пример с них. Но не с позиции, что у нас у самих не хватает идей. Идеи, которые мы сейчас транслируем, вот этот вот сервис, он, условно говоря, в 2003 году мог существовать, только рынок не был к нему готов. В Америке этот рынок сформировался чуть раньше за счет того же онлайн проникновения и тому подобное. В нашей стране вот рынок только сейчас сформируется. И так получилось то, что мы сейчас, чтобы не изобретать велосипед, мы, конечно же, смотрим на западный опыт наших коллег. Ну, это, кстати, вот всегда вещь любопытная по поводу изобретения велосипеда. Действительно, очень часто мы наблюдаем, ну, может, о каких-то других вещах говорим, что наши с вами соотечники порой именно так изобретают велосипед, причем он такой сначала странно выглядит, с квадратными колесами, да, что-то такое. Хотя можно обратиться, да, к примеру, на запад и просто... Это нормально, кстати, или это выглядит несколько неэтично? У нас немножко другая ситуация. Мы сделали там велосипед по западному образцу, но он начал обрастать российскими деталями, как то там бухгалтерия, потому что она имеет свою специфику, и когда работаешь на рынке B2B, мы, получается, вообще имеем какие-то некие трехсторонние сделки и тому подобное. И это все-таки некие нюансы рынка. Именно российского. Именно российского, да. И это в то же время нагружает там ресурсы нашей компании, там, если бы на западе. Они, опять же, коллеги с запада не смогут нам конкурировать в этом, потому что они не смогут такой бизнес-процесс просто повторить. Я понял. В целом, просто это говорит о том, что нету таких достаточно сильных лидеров, о которых стоило бы говорить. Поэтому мы говорим сейчас о тех, кто существует. Я надеюсь, что просто через год уже... Будет другая история, да? Будет другая история, да. Реально там сформируется некая картина лидеров, и уже там про тех ребят, кто копировал, про них уже забудем. Да, будем. Ну, собственно, побеждая сильнейший, что называется. Кстати, вот этот лидер, если представить, ну, опять посмотреть чуть вперед, да, там, на год, на полтора, вот этот лидер, который через год будет во главе этого рынка, почему он станет лидером? За счет чего? За счет, ну, пресловутого ментального понимания, да, российской ситуации. Или, может быть, у него некий технологический прорыв, хотя мне сложно, опять мы говорили о велосипеде, сложно здесь, да, что-то такое революционное представить. Или, может, какие-то другие нюансы вы предложите, Александр? Вот лидер он за счет чего? Только взаимоотношения вот членов команды вот этого бизнеса с теми организаторами, с которыми они работают. Вот, опять же, в чем разница между западным проектом и российским? Западный проект — это как некий конвейер, там вмешательство людей, оно может быть минимальным, то есть может быть... То есть там к этому стремятся, да, чтобы человеческий фактор к минимуму свести? Тот же интернет-магазин, возможно, если вы делали покупку на западных интернет-магазинах, вам не делает лишних звонков, вам просто приходит статус, что на вашу почту отправлен заказ, который там сформирован был час назад. А в нашем интернет-магазине вам 10 раз позвонят, уточнят, перенесут время и тому подобное. Приблизительно так же выглядит и бизнес, именно вот про то, что мы говорим. Там организатор зашел, завел мероприятие, стал принимать деньги и все, там нажал галочку, оферта, все согласился и тому подобное. У нас, к сожалению, законодательство заставляет нас подписывать договора с организаторами, правильно закрывать эти сделки. Это вот как первый момент. Второй момент, все-таки недостаточное знание специфики интернет-отрасли организаторов заставляет нам им некоторые моменты объяснять. Разжевывать, я бы сказал. Разжевывать, да, делиться какими-то уроками, то есть мы вплоть доходим до этого. Поэтому без человеческого фактора никуда не уйдешь. Потому что технологичность может повторить каждый, но именно сделать некую личность у компании, с которой можно поговорить, которая реально ответит и решит те задачи, которые он пообещал решить, это сможет только коллектив. Я понял, я согласен, Александр, с вами. Но, опять-таки, если смотреть вперед, сейчас ситуация в России такая, что действительно человеческий фактор на первом месте, по сути, стоит, и без профессиональной команды, без профессионального понимания взаимоотношений между твоим партнером, наверное, ничего не получится. А представим, что вот опять прошел год, прошло два, прошло пять, и, наверное, этот человеческий фактор уже постепенно отходит на задний план и на переднем плане оказывает те же самые технологии. Те же самые технологии. Да, простой пример. Вот сейчас там какой-нибудь поисковик делать сложно, потому что там уже настолько все вперед ушло, у лидеров появились свои браузеры, они там на некую историю, там поведенческие факторы начали вмешиваться и тому подобное. То же самое с течением, допустим, десяти лет именно в тикетинге произойдет. Возможно, все там будет автоматизировано и работать, и будет лидером тот, кто будет самый технологичный, самый интеллектуальный, наверное, в этом плане. Но к этому, тем не менее, надо прийти, да? А это уже стратегия. Через тернии, что называется, да, то, о чем мы сейчас говорили. Кстати, в разговоре о стратегиях все-таки, да, мы такие глобальные какие-то задачи-то ставим, правильно? Стратегии бывают на год. Краткосрочные стратегии. Ну, хорошо, мы сейчас вновь прервемся. У нас новости на Финам.ФМ, а потом продолжим наш эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Точнее, будем уже заканчивать, поскольку последняя его часть сейчас у нас началась. Итак, бизнес-класс на Финам.ФМ. Я Олег Дмитриев. В гостях Александр Кулебякин, директор Ticket for Event. Россия. Ну и говорим мы о онлайн-сервисах, их применении при обслуживании развлекательных мероприятий. А я напомню еще раз, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Ну и что ж, Саш, то, что за эфиром мы обсуждали, давайте более детально расскажите нам некие нюансы работы с аудиторией, ну, по схеме B2B, например. Вы говорили об этом, что есть какие-то замечательные примеры у вас. Да, я просто не совсем B2B, это развлекательный рынок, это, скорее всего, именно там какие-то конференции профессиональные, например, банковская конференция, куда приезжают банкиры, соответственно, это представители банков. Да, 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 скучные это все, да, достаточно. И, разумеется, то, что компании, делегаты представителей компании, они обычно оплачивают по безналичным расчетным счетам участие в этих конференциях. Кстати, удивительно, по нашей статистике B2B-конференции половина платежей тоже по пластику идет, то есть не по безналичным расчетам. Что логично было бы, да, потому что за своих сотрудников платят организации. Да, тут у нас есть два предположения. Первое предположение, что есть корпоративные какие-то пластиковые карты. Второй момент, что, возможно, без всяких согласований договоров участник, делегат конференции сам оплачивает мероприятие, а потом ему просто компенсируют. Это просто меньше мороки. Конечно, так проще гораздо. И, соответственно, если сравнивать, как это выглядел бизнес-процесс у компании, которая занимается конференциями непрофессионально, допустим, раз в год. Допустим, это какой-то абстрактный издательский дом. То там за месяц до конференции они начинают его рекламировать, эту конференцию. Люди, которые раньше сидели в колл-центре, превращаются в неких аккаунтов бухгалтеров, которые прозванивают все регистрации, копипастом заполняют там счета договора, высылают это все в сторону делегатов, контролируют платежи от них. И, соответственно, там где-то у себя в таблице отмечают, что этот человек оплатил. Потом эти таблицы, они там через Word пускают на слияние и появляются какие-то бейджи. И все очень заняты, все ругаются и не спят там несколько ночей перед самой конференцией. Аврал, аврал классический. Фактически вот прям идеально часть этого бизнес-процесса автоматизируется за счет нашего сервиса. То есть фактически на аутсорс отдается нам. И с этого момента организаторы занимаются организацией самой конференции. Я не знаю, зал, кто за кем выступает, есть ли у нас переводчики и тому подобное. А именно прием платежей от юридических лиц, закрытие документов и тому подобное отдается все на аутсорс именно нашей компании. И этот сектор очень закрывается с нашей стороны и все в этом плане довольны. Это вот специфика B2B и B2C. B2C просто. Пришел человек, увидел билет, нажал кнопку тем платежным методом, которым он наиболее интересен. Это может быть Kiwi, через связную можешь пойти в кассу оплатить. Все, билет оплачен, статус там поменялся в системе и он получает по e-mail электронный билет, вот как на самолет или на поезд и все. А с этим билетом он приходит на мероприятие. Гораздо проще. Я сейчас представляю просто вот опять, да, если, так сказать, на две чаши весов положить вот это авральное состояние, полуоборочное состояние, когда народ готовится, да, вот уже осталось там пару дней, а мы вот это еще не сделали. И абсолютное спокойствие, или точнее, да, возможность заняться другими, более творческими вещами, да, посмотреть, как там зал, цветочки расставить, да, там стульчики поищать. А главное, они видят всю статистику, что вот столько-то людей зарегистрировалось, а столько-то людей оплатило. И, соответственно, они не боятся, что кто-то придет, что кто-то не придет, потому что все идет по плану. В случае там с концертниками, с организаторами и теми ребятами, которые помогают им распространять билеты, они тоже вот там закрыты немного рынок, они только по факту получают информацию перед своим концертом, что продано там всего лишь 100 билетов. Ну, то есть какие-то там закрытые вещи есть. Вот в нашем случае мы вот, в чем конкурентно, то, что вся статистика прозрачна, видно, сколько придет людей, и если их не хватает, можно запустить немножко рекламы. Или наоборот, там, приспустить, приспустить. Ну, конечно, если уже зал битком, собственно, да, что-то смысл какой рекламировать. Нужно срочно зал менять. Да, 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 либо, да, либо совершенно пятитысячник уже выбирать. Ну, так вот, к Авралу возвращаясь, да, обратились, слава богу, вот эти бедные несчастные люди, которые не успевали подготовить мероприятие к вам, да, отдали всю эту суету, так сказать, в профессиональные руки. А вот интересно здесь, а у вас в этом случае тоже начинается Аврал, тоже начинается суета? Нет, у нас конвейер, у нас все автоматизировано, то есть у нас там все, что связано с выставлением счетов, генерацией, там, всяких отчетов, там, закрывающие документы, это все автоматически. Понятно, что часть бизнес-процессов завязана на Почту России, потому что это минимизация, там, неких костов, и чтобы, там, закрывающие документы мы могли отослать тем же делегатам. Я сразу прошу прощения, на Почту России ты сказал, ну, я не хочу повторять все то многое, да, что о Почте России говорят, но, тем не менее, почему на Почту России нет альтернативных вариантов? Есть альтернативные варианты, любой каприз за деньги организатора, то есть есть курьерские службы, есть курьеры личные от самих организаторов и тому подобное, то есть все эти вопросы можно закрывать в каких-то частных порядках. Но если говорить о конвейере, то есть некий бизнес-процесс, в рамках которого все делается на достаточно таких отработанных итерациях. Ну, кстати, хотелось бы услышать, да, из первых уст, что называется, в данном случае Почта России не подводила вас? Нет, ну, как можно? Вот, вот, вот это и радует в конечном итоге, не все так плохо, да, как иногда нам представляют. Так вот, значит, вернемся мы к этому процессу, вы занялись, у вас все автоматизировано, все налажено, потому что там, ну, если можно так сравнить, да, там все сделали, делали вручную на коленке, а вы уже делаете с помощью неких технологий. Люди, которые работают в вашей команде, в частности, да, кто они? Они профессионалы с большой буквы, либо, может быть, и не стоит быть таким уж семипядей во лбу, что называют, чтобы, так сказать, овладеть этим мастерством? Люди, которые работают в нашей команде профессионалы. Просто, как я сказал, вот владелец бизнеса, он там уже больше 10 лет в этой теме, соответственно, с ним взрослела некая команда. То есть, извините, есть люди, которые вот те же самые 10 лет, да, как и владелец, да, рука об руку, что называется, плечо с плечо в этом бизнесе. Да, ну, кто-то меньше, кто-то больше. Соответственно, когда там речь идет об открытии новых рынков, там, в первую очередь предлагается этим людям, там, использовать их возможности, навыки, знания и тому подобное. Понятно, что в какой-то момент таких профессионалов не хватает, и начинают набираться новые люди. А понятно, что... А их не хватает по какой причине, Саш? Потому что, ну, все больше и больше задач, да, ставится перед вами? Да. Потому что больше задач, потому что мы хотим быть лидерами рынка, поэтому задача не просто печатать какие-то документы. У нас задача, там, рекламный маркетинг и тот же, там, сейлс-департмент. Это люди, которые занимаются достаточно активными продажами. Это выстраивание взаимоотношений именно с такими крупными организаторами. Все это, это все человеческий ресурс. Как я сказал, рынок пока еще не сформирован до уровня, что люди набирают в Яндексе сервис, который поможет мне продавать билеты. То есть это на подсознании должно быть, да? Да, я надеюсь, что там через какое-то время, в том числе и благодаря нам, рынок сформируется, он будет знать о существовании таких сервисов. Извини, пожалуйста, я вспомнил просто, ну, как бы частный случай, да, с моими близкими, когда, ну, раздается звонок, там, Олег, вот мне там что-то, я уж не помню, какая-то покупка, что-то мне нужно было, как ты думаешь, где чего? И у меня уже, вот, слава богу, да, это на уровне рефлекса, говорю, ну, набери в интернете, боже мой. А, точно, точно, и сейчас я пойду посмотрю. Гуглить. Гуглить, да, да, да. А, в принципе, это должно быть, да, уже настолько естественно. Ну, так вот, расширяется ваш взгляд на рынок, расширяются ваши возможности, да, ваши аппетиты растут в хорошем смысле слова, и, соответственно, появляется необходимость для привлечения больших профессионалов. А эти люди, которые сейчас появятся рядом с вами, они не были с вами 10, ну, и там чуть больше, чуть меньше. Они не были, не были, это новые люди, которые, ну, в каждом регионе, соответственно, это люди из этого региона. А если говорить конкретно про Россию, у нас работают люди там со всей России, условно говоря, потому что все там, допустим, стремятся в Москву. Это люди, которые хотят работать, для которых интересна эта тема, потому что эта тема, она не столько такая механическая, сколько эмоциональная. Потому что приходится общаться со звездами, приходится общаться с какими-то продюсерами, приходится общаться и быть на концертах. И это такой, достаточно такой живой процесс, то есть не только продажи, но еще и взаимоотношения с теми, которые... Кстати, вот здесь очень интересно, да, ведь мы говорим об онлайн-сервисе, и сразу, ну, такой стандартный взгляд, что это вот люди сидят за компьютерами, и что-то там какие-то кнопки нажимают, и вот они в своем мире. А оказывается, это не совсем так, это обычное живое участие. Да, как я говорил, все строится вот именно на живом взаимоотношении, на живом общении. И разумеется, что люди в первую очередь должны заинтересованы, они должны жить этим, потому что это такое определенное, как это сказать, требование к жизненному образу, к лайфстайлу. Ну, это тогда какие-то специальные люди, вы их подбираете, или вы их... Приходит человек на собеседование, да, ты посмотрел на него, пообщался пять минут, понимаешь, нет, он нам, скорее всего, не подойдет. У нас есть ноу-хау по отбору персонала, да, мы там проводим некие конкурсы, но в целом, так, обратная связь, люди, которые первый раз попадают в такие конкурсы, они говорят, что никогда в жизни с этим не встречались, им это интересно. То есть, подожди, пришел человек устраиваться на работу, или там несколько их, да, может быть, даже на одну позицию, я так понимаю, да, и вы устраиваете между ними конкурс. Ну, да, я не хочу раскрывать все секреты. Нет, секрет, я, да, я уж понимаю, что это ноу-хау, наверное, не стоит об этом говорить в эфире, но мне кажется, это жестоко в какой-то степени. Нет, 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 всем всем нравится. Причем, знаешь, мне почему-то показалось, ну, я себе представил, такой классический конкурс, когда, там, шесть человек пришло, пять стульев поставил, и давай музыку, да? Нет, не настолько. Если бы у нас было, там, условно говоря, два организатора на всю Россию, то это, наверное, тогда такая бы модель была, там, пять человек и один стул. На самом деле, рынок, как я сказал, он очень многогранен, то есть, ивентов очень много, там, и от женских боев в грязи до, там, я не знаю, профессиональных боев, там, Кличко с Поветкиным. И получается, что каждый может взять некий сегмент, там, спорт, не знаю, развлечения, какие-то там... Деловые мероприятия. Деловые мероприятия, да. Каждый в своей каше варится и развивается дальше. Спасибо. Саш, спасибо огромное. Итак, я благодарю моего сегодняшнего гостя. Напомню, это Александр Кулебякин, директор Ticket for Event Россия. Мы беседовали с ним на тему онлайн-сервисов и их применения при обслуживании развлекательных мероприятий. Ну, слово «развлекательные» мы уже подкорректировали. Мероприятия бывают разные, да, серьезные и не очень. В данном случае для онлайн-сервиса, о котором рассказывал Александр, это принципиального значения не имеет. Итак, еще раз я благодарю Александру. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Как всегда, мы с вами услышимся в это же время. Завтра. Всего хорошего.